Привет, друзья! В студии Никита Загдай. Это тележурнал «Вид сверху», выпуск номер 15. Баскетбол объединяет и в ближайшие полчаса. Ищем героя Подмосковья в народе. Кто же лидер Химок? История Миндаугаса Кузьминскаса. Работал журналистом, прочел «Мастера» и «Маргариту» и обожает рыбалку. И все. О последних матчах Единой Лиги ВТБ прямо сейчас. Игровую неделю открывали в Перми. Парма принимала Астану. И команда Эмили Райковича подходила к этой встрече в ужасном настроении. Одна победа в пяти последних матчах. На этот раз казахстанцам, пусть и не без проблем, но удалось выбраться из болота. Игра вышла крайне напряженной. Победа осталась за Астаной. 84-83. Главным героем в составе гостей стал американский защитник Джеромай Хилл, набравший 21 очко. Все из-за дуги. 7 точных трехочковых. Новый личный рекорд. Следующий гость в Перми – польская Зелена Гура. И это настоящая битва за плев. Уже сейчас. Им было за что драться. 7-е и 8-е место в турнирной таблице. Гура уверенно провела весь матч. Хоть игроки Пармы и пытались организовать камбэк, и его не случилось. Всему вино лидеры польского клуба – Джеффри Гроссел и Филунберг и Роландс Фрейменис. На троих они набрали 65 очков из 85 командных. 85-79. Зелена Гура закрепляется в зоне плей-офф. Кого вы считаете главным открытием сезона? Антона Остапковича или Михаила Кулагина? Нижний Новгород, Енисей. Граждане – уже открытие сезона. Второе место в турнирной таблице. Пусть и в начале декабря, но как приятно. Команда Зорана Лукича, игравшая дома, жаждала доказать, что оказалось в таблице так высоко, не случайно. По ходу матча преимущество черно-белых достигало 20 очков. Особенно усердствовали Антон Остапкович, Александр Гонькевич и Иван Стрибков. Но Михаил Кулагин и компания сумели затащить соперника в концовку. 73-73 за минуту до сирены. Королем клатча стал американский защитник Ниждева Кейси Шепард. Передача на Антона Остапковича и точная треха обеспечили хозяевам очередную победу. 83-79. Нижний Новгород в этом сезоне не проигрывает дома. Четыре победы в четырех матчах. Кто бы мог подумать, но самый яркий матч недели состоялся в Казани. Теневой фаворит всего сезона Казанский Уникс принимал скромный, казалось бы, «Смоки Минск». Откуда здесь взяться интриги? Но все решалось в концовке. Большую часть матча гости вели в счете. В первой половине команда Ростислава Вергуна отлично выглядела и словно хотела доказать сама себе. Предпоследняя строчка турнирной таблицы точно не предел их мечтаний. Однако по ходу третьей четверти Уникс медленно, но все же вышел вперед. Одним из тех, кто перевернул игру для Казани, стал Азея Кэнон. Американец попадал из-за дуги всего на его счету в семь трехочковых. Шел в проходы и отрабатывал в защите. Выписал шикарный блок-шот Крису Клайберну. И хоть «Смоки» имели шансы вырвать победу в концовке, Уникс и Кэнон выстояли. 83-77. Тебе звонит мама, спрашивает, с кем ты играешь? С Минском. А, окей, вы победите. Потом звонит жена, дочка. И все говорят, что ты победишь. И такое происходит со всеми нами. Мы выходим на паркет с образом мышления наших жен, матерей, дочерей. Даже мы сами думаем, что мы победим. Но это «А, окей, мы победим» — это самая большая иллюзия, самое большое неуважение к самим себе. Гринч украл Рождество, а из-за Кэнон победу у «Смоки» Минск. Надевает свою зеленую футболку и выходит на прямую связь с нашей студией, потому что 33 очка, 7 трехочковых, шикарный блок-шот и 5 подборов, и карточка «Герой недели» от тележурнала «Видсверху». Звоним в Казань. Мы поздравляем тебя, ты второй раз получаешь в этом сезоне карту от нас. Игрок недели. Наши поздравления. Игра с Минском получилась очень напряжной. Соперник вышел на паркет, заряженным на борьбу. Но мы смогли найти ответ на их интенсивность на своей площадке. В концовке мы, конечно, оказались сильнее, но стоит отдать им должное. Они сегодня по-настоящему сражались. Вы обыграли «Смоки Минск» не самую великую команду, не самую большую команду, а испытывали трудности, несмотря на твою высокую результативность. Почему испытывали трудности со столь скромной командой? Они играли с большой самоотдачей. В этом турнире ты должен в каждом матче выкладываться на 100%, чтобы победить. И «Смоки Минск» заставил нас выгрызать эту победу. «Уникс» — одна из лучших команд лиги. И мы должны помнить, что каждый следующий соперник будет настраиваться на нас по максимуму. 33 очка — это очень круто. Но твой блокшот Крису Клайберну — вау! Я сейчас смеюсь, ведь где я и где блокшоты. Но в том эпизоде я оказался в нужное время, в нужном месте и отработал в защите, что помогло команде. Я ведь и на своей половине стараюсь пользу приносить. В этот раз получилось. Выпрыгнул и поставил блок. На этот момент можно смотреть вечно. И ты наверняка знаешь, что волейбол в Казани популярен. Было очень похоже. Грубо, мне роста и хватит играть в волейбол. Но если бы вышел на волейбольную площадку, то и там попробовал бы использовать свой прыжок, чтобы заблокировать пару атак соперника. Кроме этого, вы вышли в топ-16 Еврокубка. Это тоже достижение. 8 января начнутся матчи, и у вас непростая группа. Будучность Цедевита и, пожалуй, самая опасная команда Виртус Болония с волшебником Милошем Теодосичем. Что скажешь? Мы каждую неделю готовимся к следующему сопернику, никого не выделяя. И рады, что нам удалось продвинуться в топ-16 Еврокубка. Но Уникс не та команда, которой будет довольствоваться малым. Выход в топ-16 точно не предел для нас. У нас впереди много работы. Как и в Лиге ВТБ, в Еврокубке Уникс один из фаворитов, так что расслабляться нельзя. Сейчас у нас несколько игроков выбыли. Ждем их назад и будем готовиться. Как я уже сказал, мы ощущаем свою силу, а поэтому с нетерпением ждем матча Еврокубка. Но это будет потом, а прямо сейчас Рождество. Придумал, как будешь это праздновать? Конечно. Я, кстати, на эти праздники получу лучший подарок в жизни. Через пару дней после Рождества должна появиться на свет моя дочь. Очень жду этого момента. Рождество – это в первую очередь время, которое хочется провести с семьей. Но, учитывая обстановку в мире, сделать это очень сложно. К тому же, у нас важные матчи, так что сперва придется позаботиться о работе. А потом уже подумать о том, как бы поскорее увидеться с близкими. Твоя главная традиция на Рождество? Ну и, конечно, твой любимый фильм на Рождество. Наверное, моя главная рождественская традиция – проводить время с семьей, рядом с елкой, обмениваться подарками, видеть счастливые лица родных. А по поводу фильма… Я вообще большой любитель фильмов. И лучший рождественский – еще одна пятница. Спасибо большое. Еще раз поздравляем тебя. Ты – герой недели по версии тележурнала «Вид сверху». Хороших праздников. Спасибо. И спасибо, ребята. Только два игрока в этом сезоне дважды получили карту от тележурнала «Вид сверху». Алан Вильямс из «Локомотива Кубани» и «Айзея Кеннон» из «Казанского уникса». В конце сезона посчитаем карточки и наградим лучшего игрока всего чемпионата по версии тележурнала «Вид сверху». А прямо сейчас внимание на экран – все результаты игровой недели. Подмосковные химки в подвале турнированной таблицы. Скомканная подготовка, травмы, болезни. И звезд хватает – лидера нет. Он нужен на площадке и в раздевалке. Мы взяли фотокарточки игроков, вышли на улицы и спросили у прохожих, кто должен быть лидером в подмосковных химках. Он мог бы стать звездой баскетбольной команды? Я уверен, что да. Мне кажется, да. В принципе, такой очень спортивный, мощный, не знаю, человек, который мог бы, наверное. Этот парень смог бы стать настоящей звездой, я считаю. Я считаю, что он самый брутальный мужчина в моей жизни, которого я видела. Ну, в нем видно, что он самоуверенный, ну, статный такой молодой человек. Уверен в себе, а это обычно в таких случаях ценится. Ну, он такой внушительный, да. Да, он внушает. Баскетбольное доверие. Бородатый мужчина, как он может не быть… В самом расцвете сил. Да. Как он может не быть звездой баскетбольной команды? Мне кажется, это человек, который, в принципе, выделяется из общей толпы. Скорее всего, да. Он тоже мог бы. Хороший игрок, точно, который усилит команду Химки, но не думаю, что станет лидером. Ну, это, кстати, мне кажется, да. Ну, мне кажется, он красивый. Ну, он какой-то очень слащаво-брутальный, нет? А это мой фаворит. Да, он наброс опытов за границей, и поэтому имеет опыт игры с тяжелыми соперниками. Да, он смог бы стать людой баскетбольной командой. Американской командой. Для этого дяденьку отложим. У него очень выливая челюсть. Да. Мне кажется, это тоже показатель. Крутой парень. Я думаю, что если выбираете одного лидера, то мое сердечко делится между ним и Мони. Этот парень, мне кажется, больше мечтатель. Такой взгляд вдаль. Романтика. Вот этот парень вообще пролетел, да? Вот этот парень прилетел, да. Он такой. Я же не знаю. Наверное, не самый. Мони, ну, он как бы легенда российского баскетбола, да, он уже ветеран, скажем так. В принципе, его можно затрафтовать. Он капитан жизни этой. Он все решает. Да, я тоже думаю. Ну, он очень ветеран клуба, и он умеет вести с командой за собой. Это капитан, однозначно. Лидер команды по духу. Все они спортивные, наверное, тоже мог бы. Спорт, да, ну, вижу, качает мышцу, ну, ему бы в спортзале еще так было, еще бы стоять и стоять. Я думаю, вот по этой фотографии ему лучше, там, фитнес-клуб, ну, рекламировать. Как-то так. Вот этот, мне кажется, я его первый раз, когда просматривала, вот этот, мне кажется, может. У него глаза спортивные. Такая отвага, прям целеустремленность в глазах, да, и он как спартанец зовет за собой. Вякс тоже некий ветеран, кстати, его сын учился в нашей школе раньше. Ну, какой-то лютый. Агрессивный. Агрессивный, да. И мне кажется, что это все на простецком, мне кажется. Ну, что такого. Тут эмоции, конечно, крутые. Я думаю, тут звезда скамей, которая всех заводит в нужную минуту, это прям круто. Видно, что он переживает. У него даже мимика и положение рук такая, которая говорит о том, что человек живет игрой. Возможно, да, возможно, и хочет, но и может. Но нет, мне кажется, нет. Мне почему-то кажется, что вот этот больше похож на какого-то тренера, возможно. Ну, давайте следующий. Это, по-моему, МОД. Это МОД. Да. Ну, вот этот парень мог бы стать точно. Ну, спортивные команды возможны, но, мне кажется, не баскетбольные. Мне кажется, он больше к волейболу относится. Это однозначно главный скорбь команды, поэтому представление отдельно даже не нуждается. Очень долго играл в NBA, да, соответственно, и как бы там все, ну, игроки ходят на стиле. Ну, и, соответственно, по этой фотографии он выделяется, такой нормальный стилек у него. У него очень волевой характер, и он умеет забивать из сложных ситуаций, если просто в баскетбольном плане. Вот этот мужчина выглядит достаточно умным и внушает доверие. Мне кажется, он бы мог быть капитаном команды на самом-то деле. Может быть, это фотография такая, но он выглядит слишком дружелюбно. А он должен быть таким, ну, голевым каким-то. Это МОД. 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 В априори не может стать лидером. Красавец, мужчина, женщины любят, но повести вперед вряд ли. А кто главная звезда клуба Химкин? Ну, я считаю, что полицейский шведский. Я всегда выбираю Лешу. Леша всегда поведет команду вперед. Леша наш кумир с детства, поэтому Леша бесспорно просто. Не, ну, наверное, конечно, Алексей Швед. Вот наши три кандидата на роль звезды команды. Я думаю, что выбирать не всего, а эта кандидатура подошла бы больше. Я бы отдала голос все-таки либо вот этому, либо вот этому. Наверное, вот этому. Не знаю. Выбирайте. Вот этот дяденька. Мы, да, мы выбираем левого. Вот, красава, все. Он у нас будет лидером. Он всех порвет, он всех это. И борода хорошая. И так ухаживает. Ну да, такой нормальный. Это баскетболист. Все обычно называют Шведа, поэтому я сломаю систему. Выберу капитана Сергея Моня. Ладно, голосуем вот за него. Он с гантелями. Выглядит брутально. И русский еще к тому же. Русский вперед. Вот. Вот и все. А вот у кого нет проблем с лидерством, так это у локомотива Кубани. Алан Вильямс травмировался. Миндаугас Кузьминскас набрал свою лучшую форму и ведет Лока вперед. Мы поговорили с литовским форвардом о его увлечениях. Ответы удивили даже нас. Форвард краснодарского локомотива Кубань Миндаугас Кузьминскас. Наверное, самый добродушный баскетболист единой лиги ВТБ. Но это только на вид, так что не позволяйте его внешности вести вас в заблуждение. На деле у Миндаугаса за плечами опыт игры в НБА и десятки матчей за сборную Литвы. На площадке он настоящий зверь. У него свой взгляд на многие вещи. Вот, например, большинство игроков во время локдауна скучали по баскетболу и места себе не находили. А Миндаугас говорит, что наоборот, был рад провести столько времени дома с родными и скучать ему было некогда. Я тренировался, потом возвращался домой, обедал. Мог немного поспать, почитать или пойти в гараж, чтобы прибраться. Я там не был уже лет пять. В общем, занимался всякими мелочами. У меня появилось время на какие-то вещи, на которые его не всегда хватало в сезоне. Йога, медитация и всё такое. Это были хорошие деньки. Йога, медитация, уборка гаража – нестандартные развлечения баскетболиста из Литвы. Но это ещё не всё. Ещё я очень люблю рыбалку. Да, в Краснодаре пробыл, но не очень было хорошо. Не знаю, потому что не словил ничего. Всё было хорошо. Красивая природа, но ничего не словил. Так, знаете, рыбалка не такая хорошая. В Литве было лучше в этом году. В Единой Лиге ВТБ уже столько рыбаков, что пора соревнования проводить. Помимо рыбалки, Миндаугас Кузьминскас увлекается ещё и журналистикой. Конкурент. Во время карантина он попробовал себя в роли интервьюера. Общался с коллегами-баскетболистами. Когда я закончил школу, то хотел учиться на журналиста. Но я играл за шауляй в Литве. И, к сожалению, в местном университете не было такой специальности. Поэтому я стал изучать экономику. Получил степень бакалавра. Но я всегда наблюдал за работой журналистов. Это тяжело. Теперь я понимаю, что это намного труднее, чем я думал. Не было новостей о баскетболе, ничего. И один из моих друзей сказал, «Ты не хотел бы сделать своё ТВ-шоу?» Мы предложили это одному телеканалу, и они согласились. Я думаю, получился успешный проект. И кто знает, может быть, мы продолжим в будущем. У меня ещё много идей. Кузьминскас ещё и фанат литературы. Недавно он прочитал «Мастера и Маргариту». При этом литовец признаётся, испытание было не из лёгких. Мы как, не фанат. Я вообще, мне нравятся читать книги. Но когда вычитал «Мастера и Маргарита», так я там почти ничего не понял. Очень было тяжело. Я решил читать классику, которая известна во всём мире. Начал с книг, которые уже читал в детстве. «Маленький принц», например. А потом просто увидел «Мастера и Маргариту» в этом списке и решил прочитать. Это, может, не самое моё любимое произведение. Но, с другой стороны, было интересно поразмышлять над тем, как автор писал всё это, о чём думал. У Кузьминскоса нашёлся и необычный ответ на вопрос о том, какую книгу он когда-нибудь хотел бы прочитать. Библию. Да. Думаю, что там может быть интереснее. Да, думаю, я хотел бы её прочитать. Потому что обычные книги — это интересно, да. Но Библия — это немного другое. Не думаю, что я готов сейчас, но, может быть, в будущем. Ван Ба Крофорд пересекался с Салоном Вильямсом, Джонни О'Брайантом и Минда... Ван Ба Крофорд пересекался с Салоном Вильямсом, Джонни О'Брайантом и Миндалгасом... 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 Миндалгасом Кузьминкосом... Миндалгасом Кузьминскосом... Миндалг... Миндалгасом Кузьминкосом... Миндалгасом Кузьминкосом... Миндалгасом Кузьминкосом... Миндалгасом Кузьминкосом... Кузьмин... Минск... Миндалгасом Кузьминскосом... А сейчас они все воссоединили Я знаю, что у вас очень популярно, когда меня зовут Кузя Так может, без проблем Спасибо, Кузя, теперь всегда буду сокращать твою фамилию А если серьезно, Миндаугас Кузьминскас Хороший парень и настоящий лидер, разносторонняя личность Как баскетбол локомотива Кубани Как часто вы задаете себе действительно важные вопросы Бургер или пицца, Человек-паук или Бэтмен Швед или Карасев Баскетболисты умеют делать правильный выбор И делают это быстро Наша новая рубрика «Выбор прост» Капитан ЦСКА Никита Курбанов готов ответить на любые вопросы Я люблю пиццу Ну и так же люблю пасту Мне нравится паста Потому что как бы сейчас паста Дополняется вообще всем, чем хочешь Вот И, наверное, я бы предпочел пасту Сверху еще пармезанчик В каком-нибудь там сливочном соусе Или смотрю, ох Наверное, без денег Ну, как бы, будет больше времени Будет больше возможности заработать, наверное, эти деньги А если ты родился уже с деньгами, мне кажется так И какие-то, наверное, внутренние качества у тебя сразу притупляются Наверное, читать мысли, наверное Предсказывать будущее, мне кажется, это нелегкая ноша такая для вот этого провидца, назовемого Потому что мы же не знаем, что там А там не факт, что все весело И не факт, что так все красиво Поэтому я бы вот Лучше бы сидел бы И вот смотрел бы на тебя И понимал, что там что-то у тебя в голове творится Ну, наверное, слух Ну, тут слух Какие-то у тебя вопросы пошли Ну, если выбирать из этих То, конечно, наверное, слух Потому что мир прекрасен И, конечно, созерцать на это все большое удовольствие Сидеть в запасных в лучшей команде я как бы уже на себе испытывал То есть, ну, быть лучшим в другой команде Со мной как бы такого не было Наверное, за процесс То, что надо играть Наверное, настоящую любовь Ну, никогда не проигрывать это тоже так Опять же, мне кажется, если ты никогда не проиграешь Тебе, опять же, какие-то стираются Или притупляются определенные вещи То есть через поражение Через какие-то Опять же, это может быть не на площадке Да, там в жизни какие-то У тебя формируется какое-то Это вообще все видение о мире О каких-то ситуациях И закаливание самого себя Твоего характера Сдался ты в этой ситуации Или не сдался Вот Поэтому, наверное, искреннюю любовь Тяжелее найти Опять же, смотря кто это Просто какой-то чувак, который разговаривает Мне не очень хотелось с ним попадать Даже если это необитаем остров Как показывает фильм про Робинзона Что пятницу можно найти на этом острове В детстве Ну, потому что я Опять же Ну, нет, детство, наверное Причем я даже не знаю В какой период, знаешь Возможно, в тот период Когда там, ну, наверное, до школы Просто посмотреть И вообще, вот именно с осознанием Уже посмотреть Что вообще происходит вокруг тебя Потому что ты маленький, да Ты радуешься каким-то вещам Будущее, ну, как-то Че там смотреть Говорить только шепотом А че кричать Ну, как бы я Для меня в этом плане Что Если ты будешь говорить шепотом Правильные вещи Тебя услышат Ты можешь орать Хоть обораться Но если ты, как бы Твой ор несет какую-то пустоту Это ни к чему не приведет А как определить Лучший момент в хит-парад? Выбор тоже непрост Но мы справились Итак, лучшие моменты Игровой недели Единой Лиги ВТБ Поехали Александр Ганькевич Нижегородский король воздуха Пик-н-ролл И Иван Стрибков Отправил Ганькевича в полет Саша, береги родные кольца Так ведь и оторвать недолго Джордан Морган В матче с Смоки Минск Отвечал за плутбеки Форвард Уникса Превратил промаха Кара Уайта В невероятный дан Казанская магия Кто сказал, что блокшоты Это только для центровых? Защитник Пармы Лоренцо Уильямс На страже своего кольца Опытный американец Без проблем Зачехлил соперника Не в моем доме Астрологи объявили Неделю блокшотов Вот и Айзея Кеннон отметился Крис Клайберн Вряд ли ждал Что Айзея сможет его остановить Звонкий блокшот Вишенка на торте Шикарного матча В исполнении Кеннона И автором лучшего момента недели Становится центровой Пармой Владимир Ивлев Ураганом Ворвался под кольцо Зеленогуры Штормовое предупреждение Гостей Перми Не спасло Эффектный данк Вместо на вершине хит-парада Ставьте лайк Жмите колокольчик И не забывайте Баскетбол лучшая игра С мячом на планете Земля